Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня очень важная тема, которая волнует многих. Почему желтеют листья наших огурцов? Лист это индикатор здоровья огурца, индикатор общего состояния. Если только какие-то изменения на листьях вы видите, это значит огурец вам сигнализирует, что ему нужна помощь. Вот сначала огурцы вот такие вот, видите, красивый, зеленый, ярко насыщенный лист. Это молодой огурец, он уже вошел в фазу плодоношения, видите, здесь огурчики у него уже есть. Но все равно, это огурец довольно-таки молодой и все листья у него еще очень красивые. Но со временем некоторые листья могут приобретать вот такой вот оттенок. Вот сравните, вот нормальный лист, а вот старого огурца лист. И пожелтение листа огуречного может быть вызвано многими-многими факторами. Вот самые важные, наиболее распространенные я сейчас расскажу. И как от них, ну как, как исправить ситуацию. Я уже снимала видео, почему желтеют листья огурцов, но там я рассказывала только о паутинном клеще. Поэтому вот первая причина, почему могут желтеть листья, повторю еще раз, это вредители. Тля, паутинный клещ, любой из этих вредителей, если он заведется у вас на огурцах, он начинает высасывать вкусный вот этот огуречный сок из листьев, они быстро желтеют и все, все растение будет у вас желтого цвета. Второй причиной, называют самая частая причина, это нарушение режима полива. Если про томаты я говорила, что они любят редкий, но обильный полив, то огурцы у нас совсем другое дело. Они любят стабильность. Поливать их нужно ежедневно, теплой водой. В обычную погоду, в жаркие дни, два раза в день. Ни в коем случае нельзя делать перерывы, потому что если 2-3 дня будет перерыв, листья пожелтеют. Нельзя поливать очень холодной водой, так же отреагирует он, листья пожелтеют. Если огурцу что-то не нравится, он сразу реагирует цветом листьев. Они моментально приобретают светлый оттенок. Еще одной важной причиной является перепады температур. Огурец у нас очень любит тепло, он такая неженка. Чуть только похолодание, листья сразу светлеет и желтеет. В этом году лето, весна выдалась не очень удачная для огурцов. Так же лето не очень удачное. Во многих регионах стоит холодная температура. Это неизбежно приведет к пожелтению листьев. Следующая причина это солнечный свет. Вся жизнь огурца, все его развитие, плодоношение напрямую зависит от количества солнечного света. Если пасмурные дни, длительный дождливый пасмурный период, недостаток солнечного света сразу скажется на цвете листьев. Они опять же пожелтеют. Еще одна причина это подкормки. Огурец у нас очень прожорливый. Я всегда говорила, что ему нужен перегной, коровяк, птичий помет. Все, все азото содержащее он любит. Без этого он не отдаст вам хорошего урожая. Без этого он будет не такой вот, видите, как листья такие сочные, жирные. Если про томаты я говорила, что их нельзя перекармливать, будет жирование. Огурцу это все в пользу. Если ему будет недостаточно азотосодержащих удобрений, недостаток азота сразу вызовет пожелтение. Следующая причина у нас это микроэлементы. Тут, видите, палка о двух концах. Если вы его будете постоянно кормить и кормить азотом, но микроэлементов будет не хватать, он сразу изменит цвет лица. Ой, цвет листа. Ну, можно сказать, цвет лица, да. Он пожелтеет. Потому что если один азот будет, то, что вы при посадке добавляли туда, например, комплексные удобрения, калий, магний, все это он уже потратит, и в период плодоношения ему будет не хватать калия, магния. Он или кромку пустит по краям листа желтую, или вообще просто лист пожелтеет. Недостаток микроэлементов тот же самый эффект вызовет. Ну и последний пункт, это, конечно, болезни. Ну, болезни приходят чуть попозже, когда уже плодоношение в такой, в активной фазе. Обычно болезни тоже вызывают изменение цвета листа. Это и мучнистая роса, и всякие там. Ну, про болезни мы сейчас не будем говорить еще рано. Я сегодня остановлюсь на других вот тех пунктах. Что делать? Как искать причину? Их так много. Вот я назвала сейчас только семь. Первое. Начинайте с вредителей. И будем понемногу отсекать по одной причине. Если вы осмотрели листья, нет ни тли, ни паутинного клеща, все у вас чисто, хорошо, значит, эту причину уже не рассматриваем. Если что-то нашли, обрабатываем. Или фитовермом, или другими препаратами с коротким сроком ожидания. Потому что огурцы мы кушаем постоянно уже. Сильными не надо. Вот такими, с коротким сроком ожидания. Так. Насекомых, когда вы отсекли, идете дальше. Полив. Думаете. Если вы все поливаете правильно, ежедневно, теплой водой. Если у вас в теплице тепло, нет перепада температур. Если солнышко у вас, все светло. Ну, значит, ему просто не хватает вот этих микроэлементов. Калия и магния. Можно, калиевый баланс, можно восстановить удобрением. Есть у нас хорошее удобрение, которое всегда применяют. Это сульфат калия. Ну, любое калийное удобрение. Можете сделать, опрыскать по листам. Можете просто сделать удобрение, корневую подкормку. Короче, нужно восстановить калий. Если не хотите пользоваться фабричным удобрением, прекрасно подойдет зола. Посыпьте в лунку. Как прорыхлите, с землей перемешайте и полейте. Или просто можно сделать раствор. Одна столовая ложка на литр воды и полить под корень. Все. Этого будет достаточно. Два раза в месяц калий нужно ему добавлять. Магний можно восстановить. Можно просто слабый раствор марганцовки сделать, опрыскивание по листам. Вот этим вы исправите недостаток калия и магния. И листики у вас будут зелененькие, красивые. Все это очень просто. Если вы будете внимательно следить за состоянием своих растений и вовремя им помогать, они обязательно ответят вам богатым, хорошим урожаем. Все заметки и все видео... А, на эту тему я написала, кто хочет прочитать подробнее, написала статью у меня на странице в Одноклассниках. Заходите. Набираете Ольга Чернова, город Биск, Алтайский край. Всех добавляю в друзья. Всем друзьям делаю рассылку заметок моих и видеоматериалов. Желаю вам всем, чтобы огурчики ваши не болели, чтобы листики у них не желтели. Но это случается почти у каждого. Если лист пожелтел, будем исправлять. Будем вредителей истреблять, делать подкормки. И тогда у нас будет очень-очень много вкусных, красивых огурцов. До свидания. Желаю всем хороших, богатых урожаев.